МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала Кубань-24 продолжает программа арт-интервью. И сегодня у меня в гостях богиня, которая себя создала сама, Алиса Анатяжева. Здравствуйте. Здравствуйте. Сразу же начну с вопроса. Почти час фотографии, автографы. Зачем? Я люблю людей. Мы пригласили людей на очень интимный, очень доверительный спектакль, где мы не боимся ничего, мы рассказываем. Мы рассказываем жизнь такую, какая она есть сегодня. То есть кто смотрел оригинал «Полеро», те особенно подкованные и понимают, о чем это все. Вот. И мне, как человеку, который пригласил в гости, те, кто дождались все-таки, они 20-минутную минуточку все сидели, ждали, мне очень важно проводить этих людей домой. То есть сказать спасибо, что пришли сфотографироваться. Я не знаю, но это какая-то такая для меня моя примета. Мне хотелось бы, например, чтобы, когда я приходила на какие-то серьезные постановки, на сложные постановки, чтобы трупа, героиня основная, она посмотрела мне в глаза и послушала меня. Я не боюсь критики. Вот еще это почему. Потому что человек тебе в лицо скажет правду. А вот в интернете я не читаю, потому что там все прикрыто, там можно сочинять сколько угодно под котятками, под мордочками разных существ. И зачастую выливать очень много. Ну, конечно, выливать собственное, наверное, какое-то негодование своей жизнью и искать виновных. Поэтому, когда ты в таком контакте, ты понимаешь, какой добрый город, какие добрые люди, какие эмоции. Ты понимаешь контингент людей, которые пришел. И мне не все равно. Мне на них не все равно. Мне важно прикоснуться к каждому. И это действительно ты устаешь, ты отдаешь частичку себя, но с другой стороны это обмен. Тонны оборудования, множество всего, и каждый жест, все отточено. Технически безумно сложная постановка. Но что вам сложнее всего давалось? Дело в том, что в этой постановке для меня нет сложности, потому что я, как сегодня сказала со сцены, здесь не было ничего специального. Единственное, что я разбила себе в кровь колено, ну, это моя такая история, не надо было просто на репетиции пахать в полную силу. А я такой человек, я привыкла отдаваться. Мне, как говорят обычно все ребята перед выходом, ты рви, но сама не порвись. Вот это про меня. Сложности не было. Есть просто специфика сцены, и ты иногда не видишь просто, там есть моменты, когда я, вот эту глубину, и контакт с ребятами. То есть сцены разные, и ты ездишь, и ты не успеваешь, наверное, каким-то вещам притереться, посмотреть. Но сегодня все было хорошо. То есть сегодня даже было очень жарко. Такие мы были слишком мокрые, наверное. Вот, ну, было здорово. Вообще по восприятию, как вам краснодарская публика? Я переживала насчет Краснодара, но, вы знаете, наверное, виной была тому, что они очень интеллигентные. И знаете, как в некоторых вице-театрах и спектаклях не принято перебивать артистов аплодисментами. Есть и такое. Да, мхатовская пауза. Да, и есть воспитанная публика. Я думаю, что сегодня публика была вот именно такой. Им очень хотелось и похлопать, и фонтанировать эмоциями, да, но что-то их не пускало. Но в конце я по эмоциям поняла, что мы попали. И опять-таки, когда люди выходили на сцену, я почувствовала это. Женщина-богиня, кто она? Это вы, это я, это каждая женщина, которая нас смотрит. И эта женщина встречается с большим объемом потерь. Она себя может из пепла собрать. Женщина, она ведь инопланетянка. И если она, эта женщина, будет в правильных руках, она для любимого или для любимых, она может сотворить невозможное. Но когда женщина понимает, что она никому не нужна, и она одна, и вот здесь, как вот она может любить, так она может себя и разрушить. И здесь очень такая есть опасность. Поэтому женщины, насколько бы они сильными не были, им нужно плечо. Насколько бы они не упирались, что я все могу сама, тебе самой не понравится то, что ты будешь все делать сама, и ты будешь одна. Поэтому вот конкретно в нашей стране, конкретно наш менталитет, мы нуждаемся в мужчинах, и мы не должны ими управлять. Мы должны быть с ними рядом, мы должны быть плечом, шеей, мы должны быть партнером. И тогда все будет хорошо, не будет перекосов. У вас есть роман, не сломленная. Расскажите, пожалуйста, как это вообще рождалось? Этот роман написала моя мама, потому что она устала от количества... Сейчас проще опровергнуть ту или иную информацию с помощью социальных сетей, когда ты от себя пишешь и все. А в то время, когда еще не было интернета, да, такое было время, представляете? Вот. Моя фамилия была очень по-разному трактована, и моя история в прессе. То есть один журнал, которым нужно было жути нагнать, там, перепечатывали и допускали ошибки, и писали, что 8 операций, 10 операций, господи. Просто приписывали небылицы. Моя мама очень устала от этого, потому что близкие люди читают, близкие люди разные переживают, друзья переживают. Сильнее зачастую. И она написала книгу, написала правду, написала, как было, и написала на почве моих дневников. То есть я вела всегда дневники, и сейчас веду их. И она все это собрала, связала и сделала. Там такая вот история, и ее в том числе. Вы сильная женщина, это вне сомнений. И вот в те самые моменты, да, и в карьере, когда художественная гимнастика была, что вам давало силы вновь подняться? Даже когда вот эти вот моменты возникали, да, и сочинения. Вот эти люди, которые сегодня стояли на сцене вместе со мной, вот они. Понимаете, очень удобно любить чемпиона, ведь он же чемпион, и очень удобно его любить за медали. А когда тебя люди любят после костылей, после 6 операций, когда тебя люди просто любят. И вот за эту любовь я настолько благодарна. Когда, невзирая ни на что, они в Казани, почему, собственно, там была и премьера, и в Краснодаре был чемпионат России, где мне, судьи, просто, просто меня убирали. Вот так, так как у нас субъективный вид спорта, они меня прям в прямую убирали. Здесь не было Ирины Виннера, она не доехала. Ну, просто она сказала, лязь, иди съезд и проверишь программу. И когда меня просто начали топить не краснодарские судьи, а вот, ну, так случилось, да, приехали здесь в большую турнирку. Я просто сказала, что, а люди на трибунах, они визжали, они хлопали. И когда они видели, что у Тяшева восьмое место, она не ууууууууууууууу, и хлопали, ты для нас чемпионка. Понимаете, потому что людей не обманешь. И хорошей притворяться для этого не нужно. Нужно либо им быть, либо нет. Поэтому, когда эти люди мне хлопали, и когда они потом меня встречали, с восьмым местом. Понимаете, вот я для них, я знала, что я поеду по России, когда я сделаю что-то очень Очень трогательная, очень интимная, очень нуждающаяся в интеллектуальной публике, которая поймет, которая не будет видеть пошлость. Я думаю, что вы понимаете, что Гоголь-центр делает, ого-го, какие постановки. Туда люди ходят и смотрят, и они не то там видят, они видят душу. И вот сегодня у нас случился контакт. Это была обоюдка, и мы как будто рассказывали, у нас был диалог. И это самое важное, наверное. Что для вас любовь? Это все. Любовь это все. Любовь это... Без любви не получилось бы ничего. Любовь это мой муж, любовь это мои дети. Любовь это, когда ты приезжаешь с работы в час ночи и очень хочешь, а твой муж дежурил в этот день с детьми, ты хочешь сварить им борщ, потому что ты знаешь, что он ночью постоит, и он будет вкуснее утром. И муж встанет и поест этот борщ. Любовь это, когда я за час до выхода суда организовываю мужу день рождения. Любовь это все. Ничего себе! Откуда силы, Лиса? Потому что я умею любить, и я люблю вот отсюда силы. А часто вы действительно готовите вот так вот? Постоянно я женщина нормальная. Хорошо. Кто кому доверить? Бабке какой-то, которая будет стоять. Я знаю предпочтение моего мужа. Самое любимое. Ему нельзя пересаливать. Он не любит жирное, он любит супчики, чтобы было поменьше картошки и капусты. Ему хочется, ну, как бы, вот как и я, жиденького. Поэтому вот, что, стоишь, готовишь, и все это в удовольствие. Если это опять-таки делать отсюда, а не опять. Твой мужик тоже тебе скажет, слушай, опять гвоздь забивать не хочу. А он идет и забивает. Соответственно, это прикольно, это жизнь. Любимое блюдо. Кого? Мое? Да. Мне нельзя есть, а меня жоп простит. Да ладно вам. После того, как вы, после рождения детей, вы так восстановились. Послушайте, мое, мое, я могу любить манты, я их обожаю. Ну, там столько колоний. Они же, господи, простите. На вашей свадьбе, да, получается, для Левского округа. Я делала манты, да, я делаю манты каждый раз. Я обожаю, приучилась любить рыбу на пару, приучилась любить курицу на пару. Стейк, рибай. Очень люблю, ну, мне бы Табаско туда, но перченым тоже нельзя заигрываться. Вот как-то так. Но это же все пищевые привычки, об этом мы рассказываем на силе воли. Себя можно перестроить, и пищевые привычки можно тоже... То есть полюбить овсяную кашу? Можно полюбить овсяную кашу, если тебе от этого хорошо становится. А если ты видишь, что ты кушаешь тортики, неправильно как-то питаешься, и потом, не спрашивая себя в зеркало, что-то у меня прибавилось в каких-то местах. Да, или надо прикрыться и пойти на пляж вот так. Понимаете? Одни глаза. И последнее, о чем хочу спросить. Рецепт счастья от Лисаны Тяшевой. Надо быть честной, надо быть доброй, нужно отвечать за свои слова. Нужно впустить в себя любовь и перестать играть драматическую роль. Как только ты начинаешь в нее играть, все становится драмой. Как только ты впускаешь любовь, как только ты впускаешь человечность, эта мышца тоже тренируется. У тебя все совершенно по-другому будет. Вот так. Что ж, спасибо огромное. Спасибо. Это была программа «Арт интервью». Оставайтесь с нами на телеканале Кубань-24.